Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Постоянно под землей находится 65 человек. Ситуация осложняется тем, что сверху над выработками скопилось более 40 тысяч тонн водных и грязевых масс. Все это угрожает шахте и безопасности спасателей. За счет давления приток грунтовых вод в карьер продолжается. Для защиты рудника от воды дополнительно смонтированы промышленные высокопроизводительные насосы, которые используются для минимизации риска обводнения поисковых площадок. На месте чрезвычайной ситуации организован строгий контроль за безопасностью. Перед тем, как спуститься в шахту, рабочие проходят тщательный инструктаж. Продумываются маршруты отхода в безопасные зоны в случае опасности. Под землей спасатели работают от 5 до 6 часов. Затем сразу же идет другая смена. Это позволяет обеспечить непрерывность работ и дает возможность отработавшим в сложнейших условиях горноспасателям отдохнуть. Кроме того, ведутся работы по отгрузке пульпы из ствола шахты. Пульпа – это смесь воды и грунта в водяных землечерпальных работах. В сети уже появились первые видео, как выглядит шахта изнутри. Видно, что выработка сильно изменена. Повсюду ил, валуны и грунтовые воды. Вместе с тем, на базе Главного управления МЧС России по Республике Сахай-Якутия функционирует телефон горячей линии 8-41-12-39-99-99. На месте чрезвычайной ситуации работает в круглосуточном режиме оперативный штаб, где психологи МЧС России оказывают адресную помощь родственникам пострадавших. Между тем, жители республики сопереживают шахтерам и их родственникам. К примеру, неренгринские коллеги выразили свои слова поддержки мирницам. Профессия шахтера относится к числу самых опасных. Она требует выносливости и психологической готовности работника, ведь это труд в тяжелых условиях. Задача шахтеров – добыча полезных ископаемых, при которой они должны соблюдать все технологические указания и меры безопасности. В шахтах возможны непредвиденные случаи, и работникам не обойтись без умения грамотно действовать в экстремальной ситуации и быстро принимать решения. В шахте никогда нельзя терять бедительность. Всегда надо думать о какой-то опасности. И в основном мы идем в шахту с надеждой, допустим, с хорошими мыслями. Каждый раз заступая на смену, шахтер вспоминает все правила безопасности. Терпеливо и дисциплинированно он готов совершать сложную монотонную работу. Но главное, перед входом в шахту каждый верит, что обязательно вернется назад. Многие вспоминают своих родных, как оберег, и Варвару, особую святую, которую почитают христиане всего мира, как покровительницу и защитницу трудящихся под землей шахтеров. Молюсь перед сменой, после смены, обязательно. Вот ношу с собой такую штучку. Покровительница шахтеров. Недавняя трагедия, произошедшая на Алмазном Руднике в городе Мирнель, в очередной раз доказывает опасность профессии шахтер. Жители угольных регионов всегда с особой болью воспринимают несчастье на шахтах. Нерюнгринские коллеги передали свои сопереживания и слова поддержки родным и близким шахтеров. И выразили надежду на успешное завершение поисково-спасательной операции. Хотелось бы, чтобы такого не было, чтобы не повторялось. Нужно какие-то меры предпринимать. Пусть держатся, крепятся. Мирны, мы за тобой! Екатерина Павлова, Айал Амосов, НВК Саха, Нерюнгре. И к другим темам. Работа и добыча алмазов на площадках Алроса продолжается. Так, в Удачином горняки продолжают строить карьер Зорница. За полгода удачинские автотранспортники вывезли с месторождения 10,5 миллионов тонн алмазоносной руды. 12 автопоездов доставили по руду на обогатительную фабрику удачинского комбината. С 1 октября большегрузы начнут вывозить руду с Верхнемунского месторождения. Напомним, до конца 2017 года горняки планируют доставить на обогатительный комплекс 75 миллионов тонн руды. Для этого навигации ожидает получение еще двух машин-концернов Scania и Volvo. Их изготовили уже с учетом всех замечаний руководства Алроса. У нас меняется нетехнологический транспорт. То есть изношенные автомобили мы заменяем согласно плана техперевооружения на новые. Мы получаем, вводим в эксплуатацию. То есть парк у нас очень хорошо обновился. Это видно, наверное, уже и невооруженным глазом, что автомобили красивые, новые. На крупнейшем обогатительном предприятии Айхальского комбината, фабрике номер 14, идет большой ремонт. Работы идут почти на всех пределах предприятия. Механики меняют изношенное оборудование тяжелосредной сепарации. Это один из участков обогащения. На участке обогащения установят новый рентгенографический сепаратор. Он будет сканировать измельченную руду на предмет содержания в ней скрытых алмазов. Инженеры предприятия отремонтируют конвейеры, а также заменят полкилометра трубопроводов фабрики. По словам руководства комбината, запустить фабрику хотят уже к началу сентября. Ремонт действительно проводится очень серьезный и глобальный. Меняются оборудования в рамках технического перевооружения, большое количество единиц техники, которые также невозможно провести в короткое время, которое фабрика останавливается раз в неделю в период промышленного или производственного ремонта. Один раз в неделю на 12 часов. Меняется часть металлоконструкций, которые также за 20-летний период уже пришли в негодность и в рабочее время. Без вреда технологическому процессу это сделать тоже невозможно. Проводятся антикоррозионные работы по покрытию несущих металлоконструкций с защитными материалами. Ну, все это дело и вылилось в такой длительный и продолжительный ремонт, который, я думаю, фабрика закончит вовремя в намеченные сроки. И, соответственно, плановые показатели все будут выполнены. Ленские школы готовятся к 1 сентября. Там приводят в порядок классы, закупают новую литературу. В некоторых классах проводят косметический ремонт, а где-то облагораживают и прилегающие территории. Все курируют лично руководители учреждений. В целом, по Ленскому району готовность школ к 1 сентября оценивается на 90%. Вячеслав Пилипенко продолжит. Директор Ленской школы номер 4 Нина Истафьева лично контролирует подготовку школы к зиме. Шаг за шагом выполняются все запланированные этапы ремонтных работ. Перед учителями стоит главная задача – своевременно и качественно подготовить учреждения к новому учебному году. Мы с вами находимся, наверное, на финальном этапе нашего косметического ремонта. В этом году мы сделали внутри обычную косметику, так, чтобы дети приходили в свежие здания, чтобы стены были аккуратные, полы, потолки и так далее. И в данном случае мы уже находимся на финишной прямой, когда мы где-то в течение, наверное, полутора недель еще закончим полностью косметический ремонт школы. Но в этом году о ремонтных работах мне говорить гораздо приятнее, потому что их в этом году сделано достаточно много. Ремонт в школе номер 4 не ограничился одними косметическими работами. За летний период подготовили проектно-сметную документацию на монтаж ограждения вокруг школы. Приобрели новое кухонное оборудование, подготовились к монтажу технических люков для обслуживания канализационных сетей школы. Ремонтные работы дают какой-то определенный задел. И в этом году мы так вдохновлены вот этими всеми переменами, что я думаю, что все то, что происходит сейчас, я имею в виду переделка.ру, она даст нам хороший задел на новые победы, новые свершения. Ремонтные работы подходят к концу, но у руководства школы еще много планов по благоустройству, которые воплотятся в ближайшем будущем. Аналогичная ситуация во всех школах района. Запланированные работы выполнены на 90%. Остались незначительные штрихи. Желание педагогов встретить детей в обновленных учреждениях не дает усомниться, что 1 сентября ничто не омрачит праздник. Вячеслав Пилипенко, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». И к этому часу у нас все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова